Девушки отдыхают Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Отражение». Мы расскажем вам о главных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе за минувшую неделю. Сегодня в выпуске. Главнокомандующий ВМФ побывал на Черноморском флоте с плановой контрольной проверкой. 45 лет исполнилось Средиземноморской эскадре военно-морского флота. В Севастопольском художественном музее открылась выставка декоративно-прикладного искусства. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации вице-адмирал Виктор Черков побывал на Черноморском флоте с плановой контрольной проверкой состояния его боеготовности. Он провел рабочее совещание с командующим Черноморским флотом контр-адмиралом Александром Федотенковым, затем осмотрел места базирования сил флота. Главнокомандующий ВМФ посетил бригады противолодочных и десантных кораблей. В этих соединениях он провел строевой смотр личного состава и принял участие в контрольных занятиях с офицерами по основным предметам командирской подготовки. Представители рабочей группы главкомата ВМФ оценили уровень физической подготовки личного состава отдельных корабельных соединений, а также офицеров органов управления флотом. Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом, управление штаб Черноморского флота, личный состав 11-й бригады противолодочных кораблей, 197-й бригады десантных кораблей, для проведения строевого смотра по строю. Командующий Черноморским флотом, контр-адмирал Теладенков. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Контрольную проверку главнокомандующий ВМФ начал со строевого смотра личного состава, бригад противолодочных и десантных кораблей, а также офицеров органов военного управления Черноморским флотом. Смотры войск и военные парады считаются главными стрывовыми ритуалами в вооруженных силах любого государства. Попрошу вас всех отнестись к этому мероприятию серьезно. Один из самых главных вопросов в нашей с вами жизни – это внешний вид офицера, его внутреннее состояние. Вот мы на это все обращаем внимание сегодня. Поэтому те замечания, которые вам будут даны, что кто-то записывал, устраняет в кратчайший срок, но вообще их не должно быть, потому что все в руководящих документах прописано, мы должны только их исполнять с разумной инициативой. Основной элемент строевых занятий – осмотр внешнего вида. Каждый у нас служащий, будь то офицер или матрос, должен опрятно и аккуратно выглядеть. Главнокомандующий вице-адмирал Виктор Черков осмотрел форму одежды черноморцев, провел опрос офицеров. Также в ходе строевого смотра главком проверил уровень знаний, положение уставов и руководящих документов вооруженных сил, обратил внимание на состояние снаряжения и личного оружия. Подводя итог встречи, вице-адмирал Виктор Черков подчеркнул – нужно быть требовательным в первую очередь к себе, начиная с внешнего вида физической подготовки и служебных обязанностей. Тогда офицеры станут примером для своих подчиненных, а страна будет гордиться своим флотом. Чем все время был флот для России? Он не просто был союзником, гордостью, становим хребтом. Это вид вооруженных сил, который на себе несет очень сильную ответственность. Сильную, тяжелую, огромная ноша, безопасность государства. Финалом строевого смотра стало прохождение торжественным маршем в составе ротных колонн и исполнение строевой песни каждым подразделением. По плану контрольной проверки главком оценил качество физической подготовки черноморцев. Первый этап прошел в бассейне. Вице-адмирал Виктор Черков вышел на старт вместе с офицерами, тем самым лишний раз подчеркнув, что для своих подчиненных надо быть примером во всем, в том числе и в занятиях физической культуры. На второй водной дорожке норматив по плаванию сдавал командующий черноморским флотом Александр Федотенков. Черноморцы преодолели дистанции 50, 100 и 500 метров вольным стилем, показав хорошие результаты. На следующее утро офицеры органов управления флотом сдавали зачеты по нескольким видам упражнений. Они подобраны так, чтобы военнослужащий мог продемонстрировать свои физические качества, выносливость, силу, быстроту и ловкость. Нормативы учитывают возрастные особенности. Черноморцев оценивала рабочая группа главкомата под руководством начальника физической подготовки ВМФ Алексея Пивачева. В соответствии с наставлением по физической подготовке в вооруженных силах введен бальный эквивалент, оценкивая на служащего по отдельному упражнению. Например, отлично – это 75 баллов, хорошо – 60, а удовлетворительно – 35. В соответствии с возрастной группой, выполнив все упражнения, необходимо в сумме набрать определенное количество баллов. В Министерстве обороны Российской Федерации разработана и утверждена концепция развития по физической подготовке в армии и на флоте до 2016 года. В соответствии с этапом концепции есть определенные показатели и критерии, к какому году, на что мы должны выйти. Например, на первом этапе до 2012 года уровень оценок отличных должен составлять порядка 30%, понимаете, и каждый год повышать этот уровень. Ну и самое главное – это, конечно, здоровье военнослужащих, о чем мы всегда, может быть, забывали. И на сегодняшний день пора все-таки заняться физической готовностью военнослужащих именно к боевой деятельности. То есть это основа основ. Показать отличные результаты по физической подготовке реально, считает Министерство обороны Российской Федерации. Для этого каждый военнослужащий обязан систематически выполнять зарядку, заниматься военно-прикладными видами спорта и соответствовать установленным требованиям по физической подготовленности, предъявляемыми к военнослужащим вооруженных сил. Нынешняя проверка – дополнительная тренировка перед серьезным экзаменом. Осенью этого года черноморцам предстоит пройти инспекцию Министерства обороны. На минувшей неделе командующий Черноморским флотом контр-адмирал Александр Федотенков провел встречу с профсоюзными работниками. Совещание было посвящено практике социального партнерства между командованием флота, командирами и профсоюзными руководителями коллективов по актуальным проблемам гражданского персонала флота. В ходе беседы с командующим представители профсоюза рассказали о своей работе и наиболее актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться правкомом. В свою очередь контр-адмирал Александр Федотенков рассказал о текущей боевой учебе черноморцев, трудовой жизни флота, перспективах улучшения социально-экономического положения гражданского персонала и сохранения рабочих мест. В завершении командующий Черноморским флотом вместе с председателем территориального комитета профсоюза Николаем Канищевым наградил лучших гражданских специалистов и общественников. 45 лет исполнилось Средиземноморской эскадре военно-морского флота. В составе этого соединения несли боевую службу экипажи кораблей, подводных лодок, судов и частей трех флотов Черноморского, Северного и Балтийского. В годовщину ее основания в Севастополе прошли торжества. Пятая оперативная Средиземноморская эскадра была образована 14 июля 1967 года. Ее главной задачей на протяжении 25 лет было не допустить господства в Средиземном море 6-го флота военно-морских сил США, ракеты которого были направлены на границы Советского Союза. Тот, кто побывал в Средиземном море, еще нес боевую службу по-настоящему, тот отлично понимает, что значит Средиземноморская эскадра. Потому что мы, я имею ввиду 5-я оперативная эскадра, сдерживала все порывы такие негативного плана наших, так сказать, военно-морских противников. Традиционно ветераны эскадры на минной стенке встретились с нынешними защитниками Отечества и поделились воспоминаниями о службе на Средиземноморье и возложили цветы к памятной доске. Именно с этих причалов 45 лет назад уходили первые корабли для несения боевой службы в составе оперативного объединения. От имени Военного Совета Краснознаменного Черноморского флота, от командующего Черноморским флотом, от всех моряков-черноморцев, уважаемые товарищи ветераны, примите слова искренней признательности и благодарности за вашу службу. Ваша служба является примером для нынешних воинов-черноморцев, стоящих в строю, защищающих нашу Родину. И сегодня корабли Черноморского флота с достоинством и честью выполняют задачи, несут нелегкую службу в различных районах Мирового океана. Ветераны уверены, подобные встречи важны. Они помогают молодым матросам узнать о том, какова была служба на флоте в годы Холодной войны не из учебников, а от непосредственных участников событий того периода. Мы немножко шефствуем над нашим Севастопольской детской морской флотилией имени Кузнецова. То есть есть переименственность поколений, ребята увлечены морем, но не на чем ходить. Ждем постройки новых кораблей, чтобы уже наши дети, наши внуки уже присутствовали во всех регионах земного шара. Адмирал Юрий Сысуев расформировал Средиземноморскую эскадру в начале 90-х годов прошлого столетия. Он, с сожалением, вспоминает о том времени. Последний аккорд эскадры, это был здесь, на Черном море, вы знаете, это вывезли 40 тысяч человек из-за грузино-абханского конфликта мирного населения. Но чувства были глубочайшего сожаления. Прежнее правительство было долновидным, оно знало, насколько это важно. Сейчас к этому возвращается. Но, к сожалению, эти годы упущены и много потери. Экономические потери такие для России, что хватило бы, наверное, на тысячу лет содержать три таких эскадры. Заместитель командующего Черноморским флотом капитан 1-го ранга Юрий Ореховский наградил ветеранов грамотами и почетными знаками. На всех кораблях Черноморского флота в честь 5-й Средиземноморской эскадры ВМФ СССР были подняты флаги расцвечивания. Я скажу так, что Черноморский флот не начинает. Черноморский флот продолжает традиции Средиземноморской эскадры. И корабли Черноморского флота всегда присутствуют в этой зоне, потому что это традиционная зона ответственности Черноморского флота. Корабли несут боевую службу и в Красном море, и в Средиземном море. Поэтому для нас это становится нормой. Средиземноморская эскадра – соединение, которое стало кузницей кадров для всех флотов ВМФ. Многие её воспитанники заняли ответственные посты в различных органах управления Военно-морского флота. 40 человек стали адмиралами и генералами. Сегодня традиции 5-й эскадры продолжают современные поколения черноморцев. Российские корабли вновь вернулись в Средиземное море и не собираются сдавать свои позиции, а лишь укреплять. На корабли и воинские части Черноморского флота продолжают прибывать призывники. Многие из них ещё не приняли военную присягу. В отдельной морской инженерной роте молодое пополнение только готовится к этой торжественной церемонии. А пока новобранцы привыкают к новому ритму жизни, строгой дисциплине и распорядку дня. Наша съёмочная группа наблюдала за тем, как призывники занимались физической подготовкой. Шесть дней в неделю по плану общевой восковой подготовки, три утренних часа у военнослужащих по призыву отведены физкультуре. Жаркая погода не повод для отмены занятий, а возможность потренироваться на выносливость. Существующие нормативы помогают контролировать степень физической подготовки. 100 метров необходимо пробежать не более чем за 15 секунд. Три километра преодолеть, не превысив результат в 14 минут. Ребята честно признаются, на гражданке не всегда делали даже утреннюю зарядку. Но сейчас уже втянулись. Ежедневные занятия спортом и ранний утренний подъём не вызывают у них трудностей. Всё равно привыкаешь. Со дня в день уже встаёшь пораньше, даже до подъёма. Привыкаешь к распорядку дня, к физической подготовке, ко всему. Занимаемся, бегаем, прыгаем. На гражданке не особо было время этим заниматься. Настоящая служба у ребят ещё впереди. На флоте они всего месяц. Наверное, и о первых впечатлениях говорить рано. Новобранцы ещё не приняли присягу. У них не было занятий по специальности. Но ребята признаются, они рады, что будут служить на Черноморском флоте. Я мечтал в Севастополе служить. У меня дедушка 9 лет отслужил. Отец 3 года служил на флоте. Было интересно попробовать, что это такое. Каждый мужчина должен пройти воинскую службу. Пока для них важно не ударить в грязь лицом на занятиях по физической подготовке. Стыдно подтянуться меньше пяти раз. Или не отжаться хотя бы 25. Хочется быть сильным и ловким. Вернуться к родным и друзьям, повзрослевшим и возмужавшим. А ещё приобрести военную специальность. Например, стать сапёром. За время службы они освоят серьёзную технику. Научатся строить переправы, маскировать объекты, снабжать войска водой и электроэнергией. Одним словом, выполнять задачи по инженерному обеспечению боевой и повседневной деятельности сил Черноморского флота. 18 июля исполнилось 99 лет ветерану ВМФ, старейшине Черноморского флота, вице-адмиралу в отставке Леониду Дмитриевичу Чулкову. Служба офицера началась ещё перед войной. Леонид Дмитриевич прошёл долгий путь от командира плавбатареи до начальника научно-испытательного центра ВМФ. Чем тяжелее условия, тем важнее моя работа. По такому принципу служил вице-адмирал Леонид Чулков. В жизни, признаётся Леонид Дмитриевич, было всякое. И тяжёлые испытания, и славные победы. Он проходил службу на кораблях-легендах, линкорах Архангельск и Новороссийск. Был первым командиром крейсера «Адмирал Нахимов». Советского корабля, на котором было установлено и испытывалось по тем временам уникальное ракетное оружие. 13 лет адмирал прослужил на Дальнем Востоке. Командовал дивизиями крейсеров и кораблей. Был заместителем командующего Тихоокеанским флотом по тылу. Завершил флотскую службу Леонид Дмитриевич на Чёрном море в должности командира Керченско-Феодосийской военно-морской базы, начальника научно-испытательного центра ВМФ. Находясь в отставке, Леонид Дмитриевич Чулков, как настоящий офицер и моряк, не теряет связи с флотом. Он по-прежнему в его строю, являясь примером целеустремлённости, работоспособности и жизнестойкости. В военно-морском клиническом госпитале имени Пирогова отделение сосудистой хирургии по праву считается одним из ведущих. Здесь получают квалифицированную помощь моряки-черноморцы и члены их семей, инвалиды войны и ветераны вооружённых сил. Современные методы лечения и диагностики заболеваний кровеносной системы позволяют врачам успешно бороться с многочисленными патологиями, как консервативным путём, так и хирургическим. Месяц назад в отделение поступило новое высокоточное оборудование, благодаря которому впервые на базе госпиталя удалось успешно провести процедуру рассасывания тромба, угрожающего жизни пациента. Анна Сечевская подробнее. В отделении сосудистой хирургии, рассчитанном на 20 коек, ежегодно пролечивается до пяти сотен пациентов, страдающих заболеваниями артерий и вен. Специалисты отделения оказывают все виды экстренной помощи при острых сосудистых катастрофах, проводят операции различной степени сложности. В год становления, когда мы работали, 4 месяца всего, было у нас 50 операций, в следующий год у нас же 170 операций. В прошлом году у нас было более 250, если не память не изменяет. В этом году, смотрю по статистике, где-то более 300 операций. Кандидат медицинских наук Сергей Ксенич не без гордости демонстрирует работу портативного аппарата УЗИ. Говорит, с его помощью теперь можно диагностировать болезни кровеносных сосудов на ранних стадиях и контролировать состояние венозной системы у кровати больного. Наличие новой аппаратуры сделало возможным и проведение регионарного тромболизиса. Эту, в сущности, несложную в техническом отношении процедуру сосудистые хирурги госпиталя сделали впервые. Тромб находился в крупном венозном магистральном сосуде, где высокая скорость кровотока изначально. И, в общем-то, током крови этот тромб достаточно крупный мог быть вынесен в легочную артерию, что могло привести к тромбоэмболии легочной артерии. А сама тромбоэмболия, в общем-то, опасное состояние, которое зачастую приводит к фатальным исходам. Суть такого метода лечения, как утверждают специалисты, проста. Путем винисекции в ближайшем венозном регионе, то есть вскрытие просвета вены с помощью надреза, вводится специальный препарат – тромболитик. Он растворяет тромб. Препараты достаточно агрессивные в том плане, что они могут вызвать кровотечение в других органах и системах. Ну, допустим, в желудочно-кишечных кровотечения. То есть, если у пациента на момент поступления к нам есть язва открытая, нелеченная язва, если есть другие проблемы со свертывающей системой, такой препарат вводить пациенту опасно. Может пациент погибнуть от кровотечения. Отслеживать в режиме реального времени процесс доставки лекарства к цели и его воздействия на нее и стало возможным благодаря переносному аппарату УЗИ. Преимущество этого метода в том, что, растворяя этот тромб, не повреждается венозная стенка. Потому что в венозной системе в венах человека есть клапаны. Так вот, при тромботическом поражении страдает клапанный аппарат венозной системы, что приводит к дальнейшему, даже после излечения от острого тромбоза, посттромботической болезни. Так вот, если этот тромб растворить, клапаны остаются здоровыми. И посттромботическая болезнь не наступает. Сегодня уже точно можно говорить об успехе проведенной операции. В планах сосудистых хирургов госпиталя совершенствовать внедренную методику и расширять показания для ее применения. Это станет темой научных исследований и разработок специалистов отделения. Очень скоро здесь надеются получить и ангиограф, цифровую рентгеновскую систему, с помощью которой врачи смогут своевременно диагностировать у пациентов различные заболевания кровеносной системы. Все это позволит военным медикам не просто идти в ногу со временем, но, что более важно, возвращать здоровье людям и спасать им жизнь. Черноморский флот вчера, сегодня, завтра. Научно-практическая конференция под таким названием прошла в Севастопольской морской библиотеке. Ее организатором выступила редакция сайта «Флот 21 век» при поддержке фонда «Русский мир». Репортаж Дарьи Годовиковой. Тема конференции – безопасность России и всего Содружества на юго-западном морском направлении. Сегодняшнюю встречу ее организаторы считают первым формом в череде предъюбилейных событий, приуроченных к предстоящим торжествам, которые будут широко отмечаться в следующем году. А именно, 230 лет исполняется с момента присоединения Крыма к России, со дня создания Черноморского флота и основания его главной базы морской крепости Севастополь, а также 280 лет со дня рождения первого командующего Черноморским флотом вице-адмирала Федота Клокачева. Идея возникновения этого проекта связана с тем, что в России, и не только в России, интерес к Черноморскому флоту не ослабевает. И существует проблема насыщения информационного поля соответствующего контента. Вроде бы говорят много о Черноморском флоте, а на самом деле информация, она или вторична, или не совсем достоверна, или не исходит из Севастополя, так скажем. И фонд «Русский мир», который занимается поддержкой русскоязычного населения, наших соотечественников, развитием русского языка, проявляет интересы к Севастополю, считая Севастополь одним из символов России, как и Черноморский флот. Участники конференции – представители общественности Севастополя и Крыма, в том числе Военно-научного общества Черноморского флота, Севастопольского комитета ветеранов войны и вооруженных сил, члены клуба любителей истории флота и города. Они собрались вместе, чтобы еще раз обсудить проблемы и перспективы самого южного стратегического объединения страны. «Флот всегда пользовался уважением, поэтому я думаю, что те мероприятия, которые мы проводим, они тоже принесут свою долю положительного, ту большую работу, которую предстоит выполнить всем нам, и поколения старшего, и очень старшего, и среднего, и, конечно, молодежи, которая придет нам на смену. Мы в это свято верим». По словам капитана первого ранга в отставке Евгения Чебакова, буквально каждая севастопольская семья связана с Черноморским флотом. И так уж повелось в городе русской морской славы, что любовь и почтение к военной службе передавались из поколения в поколение, а главное – от отца к сыну переходил бесценный опыт морских походов, боевых служб в различных точках мирового океана. «Я думаю, что вот уже наше поколение и после нас скажут, что это действительно была героическая служба, самоотверженный труд многих-многих моряков, кораблей, судов, подводных лодок, летательных аппаратов, морской пехоты. То есть это настоящая боевая служба и настоящая школа мужской дружбы». «Флот для Севастополя значит очень много, в особенности охрана и будущее. Если не будет флота, тогда не будет и Севастополя, потому что Севастополь – это морской город». Наверное, это и есть главное достижение конференции, ее успех, когда историей флота и города гордятся не только старшие поколения, а интересуется, изучает, а главное делает выводы молодежь, в руках которой судьба Отечества и его безопасность. На этом наш выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова